Вот я хотел бы особенно развернуто ответить на комментарий Андрея Орехова, который он сделал на голод лечебное свойство. Я буду в своей комментарии по ходу. Здравствуйте, Геннадий Петрович, я уже 25 лет живу по вашему систематизированному учению. Очень правильно Андрей подчеркнул, что это систематизированное учение по поддержанию своего организма в здоровом состоянии. А если надо, то если вы начинаете применять то, что описано в целительных силах, то, что описано особенно в основах здоровья, то начинайте выравнивать свои извращенные внутренние среды, в результате чего болезни исчезают сами собой. Продолжаем. С 1997 года, мне было тогда 20 лет, вот молодец. Есть люди, которые, знаете, понимают важность информации, которая к ним попала. Начал теоретическую подготовку. С 1999 года, в феврале месяце, сделал первые чистки печени. Было очень тяжело. Первые чистки печени, естественно, даются тяжело. Почему? Потому что это всё-таки идёт операция просто без ножа. Но, тем не менее, если правильно подготовиться, всё это проходит. Ну, организм... Почему тяжело? Потому что организм отдаёт массу энергии, особенно на первые 2-3 там чистки. А потом более-менее так идёт. Так, до этого делал клизмы из мочегона. Почему из мочегона, я уже там объяснял. То есть, желающие могут познакомиться. Это самая лучшая, грубо говоря, промывная жидкость для нашего толстого кишечника. Она и промывает, и отдирает, и там санирует. И в то же время она является родной средой для своего организма. Потому что, грубо говоря, моча образуется из... Из организма, она образуется из крови. Так, перешёл на правильное питание. Молодец. Надо закрепить вот эти все очистительные вещи правильным питанием. Жидкость до еды. Отлично. Ну вот, люди молодцы. Почему жидкость до еды? Да для того, чтобы, когда вы съели, грубо говоря, там, какие-то продукты, а потом выпили жидкость, вы разбавили свои желудочно-кишечные соки, ну, в первую очередь, в желудке. Это уже минус для вашей пищеварительной системы. Так, фрукты и сладости до еды. Правильно, потому что фрукты и сладости, они быстренько перевариваются, вернее, они проскакивают в желудок и начинают в тонком кишечнике. Как отдельный приём пищи. Это ещё лучше. Чем больше вы делаете отдельных приёмов пищи, тем самым вы облегчаете работу своей пищеварительной системы. Так. Затем сделал первые свои посты. Ну, голодание. Три дня, семь дней, затем четырнадцать дней. Правильно. Надо начинать постепенно, для того, чтобы вы изучили свой собственный организм. Как он реагирует на вход, на проведение самого голодания, на выход. А потом уже можно наращивать, если это вам надо, количество дней. Потом, по мере накопления опыта, вот, делал посты по двадцать двое суток. Затем делал полусыхие голодания, воды не пил, полоскал рот и принимал в ванны. Но это уже дальнейшая эволюция голодания, то есть, человек чувствует, что он может и вот так голодать. И самое важное, это очень надо отметить, это то, что наш организм тренируется к голоду. Он подготавливается, он начинает совсем по-другому работать. Так, этих полусухих постов я сделал несколько по девять суток. Так, из-за своей конституции ветра, я не мог больше. Возбуждался принцип, значит, желчи и ветра. Значит, огонь буквально у меня бушевал внутри. Но, это трудно выразить, но тот человек, который насухо голодал, он понимает, что это такое. Огонь бушевал внутри. То есть, возникает, поднимается температура. И такое впечатление, как внутри что-то начинает плавиться. Знаете, от вас идет еще жар. Ну, это еще ведет к тому, что вот эта возникающая сухость, она, конечно, требует и повышенного терпения, и многого другого. Так, все эти посты я делал не для физического исцеления, а духовного самосовершенствования. Значит, смотрите, пост, ну, тут просто сказано, пост как средство, своего рода инструмент для того, чтобы поработать с, будем говорить, с тонкими телами. Потому что, когда человек начинает голодать, вот этот, вы знаете, поток энергии и вещества, который идет через желудочно-кишечный тракт, он отключается, и начинает более усиленно работать вот эта вот энергетическая система, которая строит тонкое тело. То есть, лучше работает, грубо говоря, там, чакры работают, что там такое. То есть, организм должен перестроиться на потреблении энергии извне, из разного рода, ну, будем говорить, пространств, в которые мы погружены. То есть, он лучше начинает работать. Это как инструмент для духовного самосовершенствования. Да, это есть такое. Есть такое. Но духовное самосовершенствование подразумевает работу с сознанием еще. То есть, мы, вот когда человек голодает, то тут просто-напросто подключается вот эта вот полевая форма жизни, она начинает усиленно работать и так далее. Это одно. Снятся, конечно, сны и прочее, прочее, прочее. Но для духовного самосовершенствования должна быть работа сознания. Если работы с сознанием нету, или она ведется недостаточно, то вот именно что вы хотите или что вы понимаете под духовным совершенствованием, что появление каких-то способностей, еще чего-то, еще чего-то. Это совершенно иная область, которая требует специальных занятий. Одного голодания будет мало. Мало. То есть, надо более целенаправленно работать. И, кстати, можно так сказать. Ну, ладно, давайте дальше почитаем. Значит, ну, моя конституция ветра не давала мне дойти до конца. И даже дойдя до конца, как бы сказать, до своего, как бы сказать, физиологически полезного голодания, то, что человек там может сделать, ну, грубо говоря, 40 суток там проголодать, это не факт, что вы получите, ну, вот тут, как бы говорят, просветление, или какие-то силы, или еще что-то. Это не факт. И об этом хорошо, как раз, вот здесь вот очень важно, это углубиться немножечко в историю, углубиться в жития святых, что у них было. И, в частности, если мы возьмем с вами пример Будды, Будда голодал, никакого просветления не было. Ну, вот никакого просветления там не было. И он просто-напросто понял, что если он не выйдет из голодания, он просто-напросто может умереть, или голодая вот так вот постоянно, он может уморить себя голодом и не достичь просветления. То есть, должна быть, вот тут как раз интересный опыт Будды, должна быть еще какая-то работа. И вот он долго искал, вот эту работу, какая же это работа там, медитация там, еще там терпение там, должно быть, и устремление к какому-то источнику мысленное, самодисциплина в отношении своего собственного мышления, своей собственной речи, поступков. Вот это уже начинает работать на духовное самосовершенствование. Да. В 2002 году, мне тогда было 25 лет, я решил начать 40-дневный пост. Ну, это вот всегда в молодые годы хочется, значит, чего-то вот такого достичь. И при этом, при этом, знаете, очень важно, чтобы вы поставили себе какую-то конкретную цель и обосновали, вот что важно, и обосновали, зачем она вам нужна, что вы хотите достичь и для чего это вам надо. Вот это очень важно сделать, потому что вы начинаете взаимодействовать с окружающим вас пространством, с силами, которые здесь находятся. И если вы это обоснуете, вам могут это дать. Если не обоснуете, значит, ничего у вас не получится. Итак, 25 лет, я решил начать 40-дневный пост, но всего отголодал 32 суток. На 33-е сутки вышел из поста мой жизненный принцип перевозбудился. То есть, он тут не пишет, Андрей, что значит перевозбудился. То есть, человек перестает спать на голоде, если вот это перевозбуждение. Перестает спать, теряются силы, в голове хаос какой-то, кожа шелушится и так далее, и так далее, и так далее. И я не смог дойти до 40 дней. И тут не так уж важно дойти там до 40 дней. То есть, вы, как бы сказать, ну, есть такое понятие, как законченное голодание, когда у вас там, допустим, захочется кушать, язык там очистится, и это говорит о том, что вот вы тот, то физиологически полезное голодание для своего организма, вы уже его прошли. Дальше, дальше, если вы начинаете голодать, то есть, уже у вас язык очистился, уже появилось чувство голода, а вы продолжаете голодать, начинается истощение организма вплоть до необратимых процессов. И человек просто-напросто уже может умереть. Это очень важно понимать. Поэтому, для кого-то это голодать 40 там суток, чтобы он, ну, как бы сказать, физиологическое полезное голодание. А для другого это может быть там 20 даже суток. Это редко, конечно, бывает. А для третьего это надо там, грубо говоря, 60 дней, если уж на то пошло. Но это не важно. Важно то, что для того, чтобы достигнуть каких-то духовных результатов, а тем более там просветление, должна быть специальная работа. Там, медитации, размышления, одно мыслие там. И редко, конечно, голодание будет этому способствовать. Голодание. И причем, знаете, голодание такое, которое бы вас дисциплинировало. Оно не должно быть каким-то длительным. То есть, человек, грубо говоря, может так питаться, как я вот в «Житие святых» читал. Один может питаться так. Сутки голодает, на следующие сутки ест. Есть другие. Двое суток голодают, допустим, сутки едят. А были, говорят, такие, которые семь дней голодали, а сутки питались. Что там произойдет с вами? Ну, какие-то, конечно, подвижки там будут. Организм подготавливается, организм тренируется. Он уже настолько начинает по-другому себя вести в окружающей жизни, что вот такой режим может для него быть, и он там несколько лет может жить и нормально все. Ну, для духовного развития, вот, пример Будды мне ясно показал, что одного голодания мало, надо еще что-то там делать. Вот, если будет возможность, почитайте про жития Будды. Итак, мой рост, в смысле Андрея, 180, весь 62, маленький, кг. Вот, смотрите, вот здесь, конечно, очень хорошо, чтобы Андрей использовал массажи с маслом, ел каши и даже там с топленым маслом, вот это вот, чтобы у него пошло. То есть, для того, чтобы все-таки духовный еще рост подразумевает, что вы становитесь энергетически более мощным. Если у вас вот этого не происходит, вы просто, знаете, как радиостанция слабенькая, не можете брать информацию с окружающего пространства, вы только вот отсюда берете. Из-за того, что ваш передатчик имеет малую мощность. А надо мощность намного повысить, тогда вы совсем по-другому будет. То есть, а для того, чтобы повысилась мощность, надо как раз вот все-таки иметь большую массу там тела, желательно, желательно, и почувствовать, что больше сил, ну, как у меня сейчас. Кстати, я сидел рядом с женой, и мы там на разной теме сейчас вот эти злободневные разговаривают. Она говорит, юмор, от тебя пышет, от тебя пышет энергия. Я просто аж само вот так вот дрожу, видите? Так, ну, дальше. То есть, духовные изменения моей личности мне не удалось претворить в жизнь. Опять-таки, смотрите, чтобы претворить духовные какие-то что-то такое, чтобы произошли духовные изменения с вами. Вы должны прежде всего соблюдать самоконтроль, чтобы рядом с вами стоял страж в вашем сознании, то есть, такой же, как вы, который наблюдал бы за вашими мыслями, словами, поступками, за устремленностью куда-то. Это очень важно тоже, к чему вы стремитесь. Чтобы вы, допустим, могли соединиться там с источником, который дает вам жизнь, жизнедателем. Чтобы вы могли проявить себя так, ну, грубо говоря, чтобы он заинтересовался в том, чтобы дать вам силы. И опять-таки, я уже говорил, надо обосновать, для чего вы хотите те или иные какие-то там получить совершенства, что вы будете с ними делать. И тогда, тогда дело пойдет. Кстати, я, если будет такое желание у вас, я открываю школу и духовного совершенства, вот, я уж не хочу сказать, что я там буду для вас примером, но кое-что мне удалось, кое-что мне удалось, кое-какие наметки у меня там имеются, и я бы по источникам, по своим собственным ощущениям, и плюс разбирая ваши примеры, я бы мог показать, грубо говоря, в каком направлении там двигаться, что делать, а именно, какие изъяны в сознании надо проработать и устранить. Вот это как раз и будут духовные изменения, которые, если вы начнете с малого, приведут к большим вещам, вы можете там, грубо говоря, погоду менять, вы можете еще что-то делать, еще что-то делать, еще что-то делать. Так, пост дал хорошие результаты в физическом здоровье, но в духовном плане я не достиг, чего хотел. Я уже объяснил, почему в духовном плане это не достигается, потому что духовный план требует совершенно иной работы, хотя голодание, голодание с целью самодисциплины, с целью терпения для духовной жизни и наработки энергетики имеет большое значение. Но вот в смысловом понятии, это тоже важно, в смысловом понятии, вот тут требуется работа сознания. Так, и вот с 97-го года по 2022-й вот, прошло 25 лет, как занимаюсь по вашему систематизированному учению. В физическом плане хорошо помогает, не дает болеть. Все будущие болезни я спускаю на тормозах. Видите, отлично, то есть, это вот как раз живой пример Андрея, который занимается вот этим, как бы сказать, здоровым образом жизни, ну, несколько, как бы сказать, с учетом там, голодания, боли, знаете, здоровый образ жизни, его тоже можно так на разные категории подразделить, на, знаете, на мягкий там, ну, человек там чего-то там придерживается, на более жесткий, вот допустим, как Андрей там, все это там такой человек там не болит. Вот, то есть, вот этот пример того, что не дает болезнь, то есть, болезнь, болезнь, опять-таки, к нам подбирается через какие-то, знаете, изъянные в нашем сознании, через привычки, через какие-то там, знаете, вот, амбиции, через какие-то эмоции непроработанные, через какие-то там обиды, и так далее вот как раз вот с этим и надо поработать для того чтобы все это отсеялось тогда и болезни особенно не зацепятся и уже наметится кое-какой духовный рост так одним словом Геннадий Петрович спасибо вам огромное за ваши знания которые вы систематизировали в единый труд я думаю еще посмотреть вот эти основы здоровья с учетом вот этих всех наработок и где-то что-то более явно сделать где-то что-то там более объяснить, упростить и при этом чтобы это не потеряло своей значимости то есть можно объяснить длинно вот как я сейчас объясняю а можно где-то кратко буквально такие 2-3 фразы и все становится ясно, понятно это ее вперед значит систематизировали в единый труд да, это систематизированный труд, все было все лежало так сказать под ногами вот тут допустим я там все вам показываю значит большая медицинская энциклопедия кладезь бери доделай там но надо понимать что надо взять и куда это положить чтобы это получилось в систему а я как раз проработал и в основах здоровья рассказываю как работать там с сознанием вообще как сознание образуется многие же ничего не говорят про это они сразу начинают вот работать с сознанием а если вы не понимаете что от чего образуется а как вы с этим можете работать а уже понимая как с чего это образуется как это сознание возникает струится как это там все это уже вы получаете развернутую картину как с этим можно работать не то что с готовым вот знаете вам дали машину и вы это самое вот с ней надо там работать и вы там начинаете вникать где там тормоза где там газ и так далее а когда вы ее собираете собираете вы совсем по другому уже знаете как она работать и как на нее повлиять чтобы она там лучше работать это дорогого то вы так ваш давний последователь Андрей Краматорск Донецкая область Андрей так держать я с вами и вот таких людей хочется особенно там поддержать и чем-то там помочь потому что вы меня знаете больше с позиции вот допустим оздоровления ну про вот ту жизнь которую я там прожил то совершенствование личности которое я сам сделал с собой ну я об этом особо так не рассказывал потому что потому что мало кто этим интересуется так что если вы хотите чтобы вот появилась школа духовного значит совершенства хотя я там кое-что там уже набрасал то можно это это дело сделать просто так написать вот сюда я хочу заниматься в школе духовного физического совершенствования ну и потихонечку будем там что то и все ну не забывайте как говорится и мне подмочь для того чтобы я больше занимался этим делом а грубо говоря там не искал на стороне средства для того чтобы прокормить там свою семью и прочее 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 ну как-то так вы уж вы я думаю поняли что скажем что красивые и и и и и и